Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое Алюминиевой Ассоциации, которые дали нам возможность выступить, поделиться нашими достаточно, честно говоря, скромными знаниями о применении пористого алюминия в дизайне. Мы давно делаем алюминий пористым по технологии литья с солью. Это по-английски replication casting называется. И счастливо делали из нее детали технического применения. Фильтры, глушители, различные демпферы, защитные элементы. После того, как сделали сайт, особенно на английском языке, оказалось, материал очень интересен дизайнерам. Дизайнерам в различных применениях, связанных с дизайном и архитектурой. Мы поняли, что есть целый спектр, так скажем, родственных материалов. Извините. Прежде всего, наверное, на рынке известен пена алюминий, выпускаемый канадской компанией CIMAT под маркой Allusion. Это вспенивание алюминиевого расплава. И второй материал, несколько из производителей в мире, в Китае, в частности, Корее, и мы хорошо знаем, в Германии сильное производство, Havil Metal Foam. Они делают по технологии вспенивания алюминиевой крошки с гидридом титана. Наш материал от них сильно отличается, прежде всего, плотностью. Если первый и второй, это действительно пены. Они очень легкие, у них пористость 95%. В первом случае, алюжин – это открытая пористость, он проницаемый. Хавиль – это, как правило, закрытая пора. Наш материал гораздо плотнее на порядок. Уровень пористости порядка 50-70%. Это дает определенные ограничения, потому что он тяжелее, но и дает преимущество. Материал гораздо прочнее. Он гораздо прочнее, с ним можно делать многие вещи, которые нельзя делать с пенами. Гнуть, штамповать, фрезеровать различными способами, обрабатывать. Очень много проектов, вы можете посмотреть в интернете, очень много проектов, реализованных с применением пен, алюжин и, условно, скажем, закрытой пористой пеной. Я показал мне, во всяком случае, наиболее известный проект музея Парада в Милане, Саймот поставил порядка 6 тысяч квадратных метров. Для этого проекта он выглядит здорово. Конечно, в целом для алюминиевых пен, наверное, надо отметить, что это не горючий материал, ударопрочный. И у некоторых пен хороший потенциал для снижения уровня шума. Поэтому здесь можно сказать, что кроме декоративного применения, какой-то есть и функционал еще этого материала. Про это не надо забывать. Мы начали делать панели из нашего материала два года назад. Максимальный размер сейчас до 850 миллиметров, но мы хотим выйти на большие размеры, потому что дизайнерам и особенно архитекторам нужны большие пластины. Им неудобно работать с такими мелкими сегментами. Это, пожалуй, наиболее такой, мне показалось, известный, может быть, проект с применением нашего материала. Архитекторы из испанского бюро CLK Architects повесили наш материал в Москве на потолке в каких-то частных апартаментах. И коллеги в Финляндии, наши представители, в Скандинавии компания Alumeka поставила панели из пористого алюминия для ряда своих потребителей и отделки своих выставочных стендов. Несколько, также мы два года назад начали экспериментировать с подсветкой, поскольку материал translucent света пропускает. Это позволяет делать различные декоративные светотехнические решения с его помощью. В данном случае вот лист пористого алюминия торцевой LED-подсветкой подсвечен. Также мы мечтаем посотрудничать с представителями светотехники, каких-то декоративных ламп. Сами мы технари, мы не очень разбираемся в дизайне. Поэтому надеемся, что тот, кто может это реализовать красиво, возьмет наш материал на вооружение. Пока это, вот у нас компания есть партнер Grossman Leichton в Германии. Они делают серию светильников с абажурами из нашего материала. Для пористого алюминия мы его продвигаем под маркой Alupor. Есть возможность делать поры разного размера, от долей миллиметра. Но это, конечно, больше интересно для технических специалистов. И вплоть до 20 миллиметров достаточно крупные поры. Есть возможность сочетать в одном изделии поры разного размера. И вот наши коллеги, заказчики из берлинского бюро Fundamental сделали серию столовых приборов, реализовав это качество. Извините, это солонки. Если что, для солонки. Да, для соли. Получилось, каламбур мы сделали алюминий с применением соли. И они его используют для того, чтобы, так скажем, солить пищу. Да, солить что-нибудь. Материал прочный. Его можно делать в разной форме, поскольку это отливка с последующей мехобработкой. Вот есть проекты Side Table. Как-то по-русски. Столики декоративные и стулья. Есть совершенно неожиданные применения. Допустим, в Исландии ребята используют как крышки для микрофонов. И вот совершенно так изумительный художник из Латвии Андрей Надеждинский сделал как-то серию своих металлизированных натуральных паутин с рамками из нашего материала. Интересный, на мой взгляд, результат может дать эксперименты с заливкой разными смолами светопрозрачными с окрашенными. Если будут какие-то идеи в этом направлении, мы рады будем поддержать. Технология позволяет нам делать даже штучные изделия и прототипы. Допустим, по другим технологиям не всегда просто реализовать задумку дизайнера если ему нужно один прототип сделать. А у нас с этим нет проблем, поскольку мы выльем в ближайшую имеющуюся форму и мехобработкой получим то, что требуется. Спасибо. Добрый день, коллеги, добрый день, гости. Если меня будет не слышно, скажите. Значит, я Максим Гриневский, директор компании Ornamental Premium. Я немножко, наверное, сейчас в рамках своей презентации расширю информацию, которую преподал мой предыдущий оратор, мой тезка Максим и расскажу немножко о том, чем мы занимаемся и поэтому, надеюсь, будет более понятно, почему вспененный алюминий, потому что на самом деле мы не являемся производителями вспененного алюминия, мы в большей степени являемся реализаторами различных идей и как раз таки мы работаем с архитектурно-дизайнерской средой, предлагая им технические решения, то есть, условно говоря, если компания имеет архитектурное или дизайнерское бюро или какой-то частный архитектор или дизайнер имеет какую-то идею по реализации, какую-то концепцию, мы стараемся со своей стороны предложить техническое решение для этого всего, вот, и соответственно, наши возможности не ограничиваются одним только вспененным алюминием, но, как позавчера сказал мой коллега Майкл, алюминий стал моей жизнью, и вот на самом деле моей жизнью он стал тоже буквально пару лет назад, поэтому все, что касается работы в рамках частных домов, частных резиденций, индивидуальных домов, премиум класса, хорика сегмента, да, там, где у дизайнеров, архитекторов, у наших партнерах возникает идея использовать алюминий или хоть что-то, они начинают делать и двигаться в сторону работы с этим материалом, потому что на данный момент это прямо тренд, то есть мы сейчас стоим все на гребне волны, как дизайнеры, как производители, как реализаторы, интеграторы вот этих всех идей в частный дом, и соответственно, все, что мы предлагаем, это комплексные решения на самом деле, и если в этих решениях появляется вспененный алюминий, мы готовы это решить с легкостью также, ну и помимо этого, мы в первую очередь стараемся укомплектовать частный дом, ну как модно говорить в России, премиум класса, то есть если мы говорим о европейском качестве, то это будет европейское качество во всем, вся продукция будет сертифицирована, вся продукция будет профессионально смонтирована, все решения будут инженерно проработаны и продуманы, и в комплексе наш клиент, наш партнер получает, ну скажем так, законченный продукт без необходимости каких-то доработок, без каких-то потребностей еще что-то делать после нас, это самое главное, поэтому здесь немножко пару слов о компании, и перейдем к алюминию, коллеги, можно следующую презентацию именно по алюминию дать, то, о чем начал рассказывать Максим, если удобно, я запущу по рядам, вот кому захочется все-таки потрогать, Екатерина, будьте добры, помогите мне, потому что все-таки гораздо удобнее говорить о чем-то, держа это в руках, вот, собственно говоря, то, что вы увидели в нашей презентации, и то, с чего начинается наша следующая презентация, это вспененный алюминий, я здесь чуть больше расскажу, наверное, больше всех может Майкл рассказать, как дизайнер, или Максим, как производитель, но я с точки зрения реализации хотел бы показать возможности, я не буду останавливаться очень подробно на технических вещах, о них сказал Максим, я не буду говорить о там размерах и каких-то технических решениях, хотя уточню, что у нас возможность есть предлагать листы от метра 22 на 244, и, соответственно, по спецзаказу можно делать листы больше, и можно резать 3D-модели, 3D-формы, то есть, это тоже можно будет все делать, что касается того, в каких видах поставляется этот материал, это, кстати, материал компании Allusion, вот, в каких видах поставляется этот материал, это листы 12,7, 25,4, 43,2 миллиметра толщиной с открытыми и закрытыми ячейками, с различной пористостью, с возможностью подсветки, в принципе, есть и решения глухие, которые напоминают, кстати, некоторые экспозиции, которые выставлены на данном форуме, вот, все это возможности дизайнеров делает, по сути дела, безграничными, вот, технические, ну, не технические, как бы, номенклатура, так сказать, как говорят настройки, номенклатура тех вариантов поставки алюминиевого листа, пористого алюминия, с возможностью заливки полимером, что касается применения, то более подробно, вот, вариант с подсветкой, вариант с остеклением, то есть, компоновки с остеклением, то есть, там, где, допустим, нужно защитить, как бы, от касаний непосредственно там людей, которые посещают данные пространства, то есть, можно это все разместить за стеклом, вот, значит, рядом с водой бассейны, вот, очень, очень здорово выглядит все это с подсветкой, рецепции, какие-то общественные пространства, холлы, гостиниц, еще раз, бассейны, стеновые панели различного рода, кафе, рестораны, вот, экспозиционные пространства, это как раз то, о чем говорил мой коллега Максим, то есть, высокая плотность данного материала позволяет резать 3D-модели, как в данном случае на экспозиции компании Audi, и, в принципе, закатывать на них автомобили без какого-то ущерба самому материалу, шикарно выглядит на стойках с подсветкой, барные стойки, рестораны, вот, примеры реализации, которые вы можете увидеть, ну, что, собственно, можно брать и начинать реализовывать прямо завтра, то есть, если у вас такие идеи, если у вас такие идеи есть, то, пожалуйста, можно начать прямо сейчас, прямо здесь, вот, значит, по стыковке листов алюминия тоже для понимания, очень часто дизайнеры, ну, по крайней мере, вот в России, я сталкиваюсь с тем, что они прям стремятся все вылизать там до какого-то последнего там дюйма и спрашивают, а как эти листы стыкуются, как там, ну, мы говорим, вот стыкуются, вот именно так, то есть, стык листа к листу, да, он виден, то есть, прикрывать его какими-либо профилями смысла нет, ну, и, собственно говоря, в этом и есть прелесть материала и его, как бы, самобытности. Дальше, по вариантам реализации, в принципе, вот вы можете все это здесь увидеть, стеновые панели, то есть, решение, допустим, с толщиной там до 40 миллиметров и больше могут использоваться как вентилируемые фасады, в принципе, на той же самой, понятной, достаточно всем подсистеме, которую имеют любые алюминиевые вентилируемые фасады. Еще примеры реализации, ну, собственно говоря, вот такие возможности дает нам спиненный алюминий с подсветкой для экспозиционных стендов различных, ну, то есть, практически безграничные возможности, очень-очень классный, дорогой, шикарный материал, дорогой, как бы, и понятно по сути, и дорогой с точки зрения внешнего вида. Возможностей очень много, наверное, даже в этой презентации не представлены все, тем не менее, есть куда развиваться, двигаться, расширяться, поэтому на любые вопросы готовы ответить и также оставить свои контактные данные для того, чтобы в случае интереса мы готовы среагировать, проконсультировать, ответить, проработать какую-то рабочую часть документации. Это все в наших силах, поэтому милости прошу. Да, конечно. Ну, на самом деле, именно вот этот материал, он производится в Канаде. Это компания Allusion, то есть мы занимаемся реализацией проектов с использованием этого материала. Максимальный размер листа и минимальная толщина? Минимальная толщина 12,5, я в презентации говорил, по сути дела с точки зрения, ну, наверное, строительных технологий из удобства. То есть сейчас вот мы говорим о стандартном решении, это по сути размер гипсоплиты. Ну, то есть метр 22 на 2,44 это размер гипсоплиты. Мы работали с этим материалом уже, мы знаем его там толщины, минимальные размеры, которые стандартные. максимальные пока мы... Меня интересует толщина, которую можно сделать минимальная. Ну, меньше, чем заявленная 12,5 мы вам не сможем предложить. То есть это технологически невозможно? Ну, конечно. А размер максимальный, который можно сделать? Ну, на сегодняшний день мы предлагаем полтора метра на три, допустим, да, еще вариант помимо вот, ну, опять же, близко к гипсоплите. Вот, если вам нужен будет другой, то тут надо уже чисто инженерно рассматривать, потому что увеличение размера подразумевает тогда, наверное, и толщину. Поэтому, если вам нужен там лист условно 10 миллиметров на 5 метров, ну, поверьте, вряд ли получится. А если у вас есть конкретная задача, вы просто можете ее нам задать, и мы с инженерами обсудим, и прямо вам ответим непосредственно по вашему запросу. Все, поняла, спасибо. Да, да. Трехмерный, да, да, только нужна будет от вас модель, то есть, любые вещи, любые дизайнерские решения, как вы понимаете, сводятся к простому ТЗ, ну, техническое задание. Даете нам техническое задание, как я говорил в презентации, 3D-модели, да, режутся, конечно. А форма для этого трехмерного объекта, вы ее с чего делаете обычно? Вы знаете, я не производственник, не вникаю, как бы, в эти тонкости, если честно, да, вот, кстати, Максим мне поможет. Максим, я тоже не знаю тонкости компании Simon, они не торопятся ими делиться. Процесс шикарный у них, очень стабильную пену дает. Вопрос к Максиму, почему, если канадцам задать вопрос, там, допустим, они же все равно получают блок, потом его распускают на ленточных пилах на нужную толщину, мне кажется, что если им какой-то приличный объем дать на изготовление, может, они и согласуют там резку на меньшую толщину, чем полдюйма, 12,5. Это просто предположение. Вот, а по поводу трехмерных форм, ну, они также получат блок и дальше могут его, там, не знаю, лазером еще чем-то там вырезать, наверное. А вы роботами режете, вот струной трехмерной? Тоже вариант, кстати. У вас есть мощность для того, чтобы это режать? Нет. А партнеры какие-нибудь, вы с кем-то работаете? Надо искать. Я думаю, что прежде всего нужно начать с задания. По сути дела, да, очень многие коллеги наши, которые занимаются дизайном, задают такие вопросы и стараются во все вникнуть. Я, по сути, ну, на самом деле не являюсь там инженером до такой глубины, чтобы ответить на все вопросы. Я всегда стараюсь сказать так, вы дайте нам задачу, если мы ее сможем решить, мы вам объясним, как. И мы ее решим. Если мы ее не сможем решить, тогда нет смысла дискутировать о том, как мы хотели бы ее решить. И что касается вот ремарки Максима, я скажу так, поскольку мы в основном ведем, ну, по крайней мере, до недавнего времени и сейчас продолжаем вести работу на территории Европейского Союза, да, то есть мы все-таки больше ориентируемся на стандарты. Наш завод является, наш головное предприятие это австрийский завод алюминиевых конструкций и мы в основном ориентируемся на немецкие, там, австрийские, европейские стандарты, то мы чаще всего стараемся нашего клиента отговорить от каких-то изысканий. Например, вот девушка задала вопрос, можно ли порезать тоньше. Это у меня один знакомый, мой клиент, пошутил, говорит, я приехал в Берлине покупать ковер и мне нужно было 4 на 4,5, но я в магазине ковер был 4 на 5 и я говорю, отрежьте мне, пожалуйста, полметра. Они говорят, конечно, пожалуйста, плюс 600 евро. Он говорит, почему же плюс 600 евро, я же отрезаю и не пришиваю. И вот это вот, то, что еще я вижу среди моих партнеров здесь, в России, иногда непонимание, почему же вот отрезать дороже, чем пришить. Продолжение следует... Thank you. Thank you. So, I'm sharing screen here. Okay. I don't need that, actually. Yeah. That's really interesting because I've been working. This is a project I actually did about eight or nine years ago when I was asked by a friend who had a spare factory when the Beijing government were bringing new regulations in to the country to... We вводили новые нормативно-правовые установленные новые новые базы и когда бельгийское правительство вносило некие нормативно-правовые регулирования, я как раз пытался оценить, каким образом это будет использовано в производстве в течение двух-трех лет и цель была исследовать и понять, каким образом осуществляется этот процесс. И поэтому я как раз сделал все возможное. Первое, что я сделала, это я смог подготовить такой инструмент, это пять сантиметров толщиной, и я начал заниматься производством. Я исследовала взрывы на запходе. Это очень опасно, потому что здесь огромные температуры и когда мы обрабатываем материалы, то действительно мы понимаем, что для создания таких объектов я раньше понятия не имела вообще, что это будет и каким образом это поменяется, как это будет все работать, но мне предоставили финансирование для этого, и результат был действительно очень впечатляющий. Вот посмотрите, пожалуйста, видео. Итак, можно увидеть, вот это один из крупных объектов. Посмотрите, пожалуйста, и я как раз участвовал, видел все эти каркасы, я видел, как это нагревается, как это остышается, и видел результаты колорирования материалов на уровне оксигенизации, который был в этих материалах, потому что эти материалы, когда алюминий перерабатывается, мы понимаем, что это проходит на уровне качества материала, и это оказывает влияние на поверхность. И моя работа была в большей степени это такая работа ученого. Я тестировал материалы, но одной из самых крупных проблем, с которыми мы столкнулись, из-за бористости материала, вот в Сан-Сан-Сиске мы столкнулись с этой проблемой, мы увидели, что здесь есть... Вы никогда не увидите, как это действительно походит за большое количество воздуха в объекте, и поэтому практически невозможно было это реализовать, очень тяжелый был объект, и поэтому нам пришлось... У нас 10 человек было, которые старались вместе что-то сделать, погрузить его в банк. Потом мы очистили объекты. Сложность в окраске материала состояла в том, что она повреждала процесс... Появлялись некие хлопья своеобразные краски, и они немножечко даже царапали материал. Поэтому это очень дорогой процесс. Это было нечто, что я продемонстрировала уже достаточно многое время назад, и я создала такие красивые вещи. Конечно, мы стараемся каким-то образом видеть. Каждая молекула в этой Вселенной отличается от другой. И вот это любимый мой объект. Как и вы можете видеть, что происходит с таким объектом. Здесь некие качества металла есть внутри, и в то же самое время результаты в примере следующие. Я проводил не по выставку в Сан-Франциско, и здесь мы видим различные типы вещей, которые мы старались сделать для того, чтобы подготовить декоративную коллекцию. Здесь очень много аналогичных возможностей использования этого материала. И для меня, в частности, когда я рассматриваю вещи именно с этой позиции, это еще один процесс, аналогичный. Мы видим, как мы его обрабатываем. Это такие вот очень забавные секреты отрасли использовали для того, чтобы достичь такого результата. Есть еще видео. Я попробовал вообще все, что возможно с этим материалом сделать, и мы видим результаты нашей обработки. еще один момент хочу продемонстрировать. Сейчас я вам покажу следующее видео. Прошу прощения за эту музыку. Это мой друг. его жена готова здесь музыку. музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне так повезло, что мы смогли сделать все, что я задумал. дИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и здесь была такая широкая область для экспериментов. И я применил некий научный подход с той точки зрения, что нам нужно, чтобы как раз был углерод использован в обработке этого материала и показалось, как он изменяется в различных условиях. это очень старый завод. Может быть, это не выглядит очень безопасным, но он именно так существует. И вот почему они не позволили воспользоваться, потому что в скором времени закрывали этот завод и сказали, Майкл, месяц можешь использовать этот завод, и я туда всю команду притащил. Мы 24 часа в сутки работали, старались делать все, что возможно, и мы делали эту пену, обрабатывали. Это в итоге очень дорогой продукт получался, но результаты были действительно очень интересные. Мы создавали потрясающие продукты, которые действительно используются компаниями, и это является результатом нашего проекта. Здесь очень много его реализации по всему миру, и могу вам продемонстрировать наши достижения. Прошу прощения. Итак, давайте посмотрим. Я также создала большое количество других экспериментов, использовала свои ноу-хау с разными материалами, и это помогло мне работать с этим проектом, который я запустила в галереи в Пекине. Здесь использовались различные цвета, различные способы опрашивания, и мы здесь протестировали, каким образом мы работали с материалами, как это все отражалось на финальном результате. Очень тут совершенно разные вещи, даже немножко странные вещи. мы старались максимально структурно поиграть с продуктом. И видите, я долго говорить не буду. Проект как такового в законченной форме нет, он продолжает развиваться в разных аспектах. И я стараюсь объяснить тот процесс, как проходят его обработки, как проходят достижения наших результатов. Я, пожалуй, на этом и закончу. Спасибо большое. Дорогие коллеги, у кого-то есть вопросы к Майклу, к другим спикерам, можете их задать. Вы будете с этим материалом? Вы будете еще работать с этим материалом? Да, я очень люблю этот материал. И это такой формат некого сырья. И в этом формате мне кажется, что это очень просто. Я занимался дизайном ресторанов в Париже, где мы попытались поиграть с цветом этого материала. И это очень сложный был проект. И конечно же достаточно легко наносить покрытие уже на финальный результат. Но тогда можно использовать другие материалы. Если мы используем природные материалы, естественные материалы. Я все еще стараюсь найти какой-либо способ по тому, каким образом более стабильно осуществлять эту процедуру. И у меня есть образцы различных цветов. и уже 10 лет я это все собираю, но это действительно будет интересный такой сложный готовый продукт. И в итоге это гарантирует получение хорошего архитектурного продукта. И я думаю, что он также виден и в своем естественном состоянии. продукта. таким образом я был крайне разочарован, когда появились вот эти инновации в рамках продукта, когда они были использованы в ресторане, в харте. так же они запускали эти продукты и они использовались всем другим материалом, которые уже не отвечали тем идеям, которые изначально закладывали. то есть об этом я знаю много. Не так много компаний знают производителей и знают то, каким образом можно утилизировать это за пределами традиционных практик или аналогичных материалов производства самолетов, например. А мне это интересно, потому что я живу в Амстердаме, как вы думаете, хорошая идея будет создать, например, раму велосипеда. Я думаю, что здесь слишком много пористости будет в структуре, и там вообще другие технологии используются. Насколько он гибкий, но это трудно, это достаточно трудно сделать, потому что спасибо. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Спасибо большое за внимание.